Нам, привыкшим всую употреблять фразы известного кинохита, трудно понять мотивы, подвигающие от театральных режиссеров обращаться к первоисточнику. Но Наталья Старкова, как водится, легких путей не ищет. Она решила поставить самую личную пьесу великого и ироничного сказочника Евгения Шварца. Услышав в ней мысли, на которые раньше не обращала внимания, и пьеса открылась новыми смыслами. Я понимала, во что я ввязалась, это естественно, потому что материал очень всеми любимый, всем известен, кино и недавно мюзикл прошел. Но это потрясающий материал Шварцем написанный, мне кажется, что его можно было по-разному читать, вот я его по-своему прочитала. То есть у меня здесь своя история, это история волшебника, человека вечного, и история обычной земной женщины. Как известно, Евгений Львович посвятил пьесу своей любимой жене Екатерине, писал о ней и для нее. Но как любое гениальное произведение, пьеса дает волю фантазии, свободу прочтения, обнажая ту или иную тему. Старкова решила, что пришло время поставить пьесу так, как задумал автор, историю двух любящих людей, проживших вместе 15 лет. Автор не скрывает, он – волшебник, а хозяйка – его жена Катя. Суть в прологе – 15 лет влюблен в жену как мальчик, и ему захотелось поговорить с ней о любви. Он взял людей, перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы она смеялась и плакала. Они – медведь, принцесса, король и все-все действующие лица. Самый юноша, из-за которого начнутся у нас эти удивительные приключения. Я надеюсь, я такие юноши как юноши. Я же как юноши. Очень хорошо, мне как раз купил конь. Блистательная и остроумная пьеса «Невредима». Принцесса встретится с медведем, король по-прежнему тиран, деспот и самодур, министр-администратор, негодяй, циник и вор. Но акценты окажутся смещенными. Любовная история принцессы и медведя затеяна лишь для нее, единственной и любимой. Как молодая пара принцессы и медведь проходит через все градации любви, через ссоры, через разлуки, через ревность, через все, что хочешь. Точно так же и волшебник, он с помощью вот этого, с помощью вот этой молодой пары, он пропускает свою жену вот через эти вот некие такие круги. Но для того, чтобы вот все-таки ощутить любовь в полной мере, надо туда вот нырнуть и едва не задохнуться. А вот когда ты вынырнул, уже другой. Однако другими становятся все герои. Получилась история вообще о любви, притупившейся у волшебника и хозяйки, первой у медведей и принцессы, слепой родительской у короля. Исполнителю его роли Алексею Емцову пришлось, пожалуй, тяжелее сохранить зрительский интерес, отойдя от стереотипов. У отца, у моего персонажа, у него своя любовь, гипертрофированная любовь к ребенку. Знаете, как родители, до безумия любящие своих детей, но ничего не делающие сами своими руками, чтобы ему помочь. Ну, будут страдать, биться головой об стену и трепать всем нервы. То есть, тоже любовь, тоже проявление любви. Давая пережить героям расставания, встречи, ревность, разочарование и надежду, Шварц исправляет их вывихнутые души. Зритель же с первой минуты спектакля забывает об увиденном ранее, потому как все по-новому и все о вечном. Премьера – наиболее интересное и ответственное время, когда спектакль уже начал жить на сцене, но ежедневно совершенствуется. Трудно, интересно. Он еще не до конца, он должен вложиться, потому что он еще такой живет, развивается. У нас уже мы настолько привыкли к каким-то вещам, что мы уже, может быть, и не видим. Потому что они иногда реагируют, зрители, ну, господи, что это, а они реагируют. Или наоборот, там, где думают, что среагируют, они молчат. Трудно отказать в скрытой, на первый взгляд, логике и смелости режиссера, в наше жесткое время поставивший спектакль о любви, как и хотел того автор, тайный проповедник, оказавшийся к тому же и пророком, учитывая историю жизни и смерти самого Шварца и его Кати. Слава безумцам, которые живут себе так, как будто они бессмертны. Для Натальи Старковой экзамен под названием «Обыкновенное чудо» оказался повышенной трудности. И еще по одной причине – это ее первая постановка на большой сцене. Если есть интерес, пусть приходит зритель, смотрит нас и вместе с нами будет жить. Ольга Винтер, Евгений Уравлев, телекомпания «Одинцова».